Дай почитать. Привлекательная и полезная книга Константина Душенко «История знаменитых цитат» может дополнить книгу Ашукиных, но не заменить ее. Душенко, кандидат исторических наук, переводчик, культуролог, специализируется на изучении истории цитаты политического языка. История знаменитых цитат возникла из рубрики, которая также называлась «История знаменитых цитат». Константин Душенко ввел ее с 2006 года в журнале «Читаем вместе». Автор убежден, что популярные цитаты – одна из важнейших частей культуры, и знать, откуда они появились, интересно и полезно. В книге 233 рассказа о безвестных цитатах и крылатых словах. В основном это цитаты, происхождение которых неочевидно или история которых долгая и запутанная. Также это цитаты, бытующие в различных национальных культурах. Ведь хорошо известно, если двое говорят одно и то же, то это не одно и то же. Например, фраза «Моразм крепчал» появилась в романе, который пишет Вера Иосифовна из рассказа Чехова «Ионыч» 1898 года. «Моразм крепчал» – это приговор, потому что это дежурный образец литературного штампа. А вот «Моразм крепчал» появился в конце 1940-х годов. В 1950-м Владимир Ермилов – известный, одиозный советский критик и литературовед, беспощадно громивший Маяковского, он называл его юродствующий поэт Заболоцкого, называл его проповедник кулацкой идеологии Платонова, как он говорил, это автор клеретнического рассказа «Семья Иванова». Так вот, именно Ермилов использовал «Моразм крепчал». А выражение «Искусство требует жертв» возникло в России в начале XX века и ввел его драматург Николай Евреинов. А уже через год, в 1912 году, Леонид Андреев покажет новую драму Екатерина Ивановна, где это высказывание закрепится в употреблении широкой публики. А есть в книге «История и цитат», «Гранит науки», «Если бы Бога не было», «Ещё не вечер», «Историю пишут победители» и многие-многие другие. Книга Константина Душенко, безусловно, полезная. Но как я рада, что имею ещё и справочник о Шукиных «Крылатые слова» 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!